Металлург Свой высокий уровень игры Михаил теперь постарается продемонстрировать в Новокузнецке. Думаю, это было одно из лучших, один из лучших моих отрезков в моей карьере. Именно под руководством Соловьева и Котова. Плюс, очень неплохо знаю Сергея Павловича Берникова, вместе играли с ним. И, в общем-то, наверное, все-таки Николай Дмитриевич Соловьев был очень активен в переговорах. Тогда по поводу моего приглашения в Металлург, наверное, это и стало ключевым фактором, то, что я выбрал Металлург. И все-таки, наверное, ни для кого не секрет, что для вратаря, наверное, это самое главное доверие со стороны главного тренера. Минувший сезон Берников провел в Торпедо. Нижегородцы по числу пропущенных шайб в чемпионате стали одной из самых надежных команд Запада. Такого результата удалось добиться в том числе и благодаря Михаилу. К примеру, Берников трижды отыграл на ноль. Ровно столько же, сколько три других голкипера Торпедо вместе взятые. По коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков Михаил стал лучшим в Нижнем Новгороде. Команду которого, кстати, возглавляет бывший вратарь новокузнечан Петерис Кудра. «Я много слышал разного, что он очень взрывной, эмоциональный, какие-то еще комментарии, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому мне очень понравилось работать с ним». Михаил Берюков – один из самых опытных голкиперов в истории КХЛ. По числу сыгранных матчей среди вратарей, выступавших в чемпионате континентальной хоккейной лиги, Михаил занимает общее пятое место. Предстоящий сезон для Берюкова станет девятым в КХЛ. Подготовку к нему голкипер начал в экипировке необычной световой гаммы, которую ранее в Новокузнецке из вратарей никто и никогда не использовал. «Я сейчас вроде популярно это назвать милитари или милтари, не знаю, как правильно это звучит, хаки кто-то называет, ну, по-нашему, наверное, камуфляжная расцветка, я так думаю, и не знаю, мне просто давно нравится вот эта цветовая гамма, у меня много одежды именно в таком, скажем так, цвете, и просто решил попробовать, сам как-то придумал. Не знаю, просто давно уже это нравится, и решил попробовать, и сделал заказ, получилось, посмотрим. Может быть, поменяю к началу сезона, возьму более классический белый-красный вариант, вот. Ну, решил попробовать, скажем так, в тренировочном лагере, а там, как сказать, опять же, не придаю этому большого значения». Сегодня Михаил Бирюков свою новую экипировку опробует уже не просто в ходе тренировочного занятия. «Металлург» на льду малой арены центрального района проведет первый двусторонний матч в межсезонье. «Металлург» на льду малого арены центрального района проведет первый ремонт. Продолжение следует...